Всем огромный привет! Меня зовут Инесса. Рада приветствовать вас у себя в гостях на канале. Начинаю снимать сегодня свой влог и хотела бы начать его именно со своего персикового дерева, потому что все время забываю показать, а хотела поделиться. Посмотрите, у меня на моем персиковом дереве, вот у меня на участке посадили, когда черепашка стоит, на одном персике завязался персик целый один. Посмотрите, какой большой достаточно, ну как, для меня это большой, потому что я вообще еще живых персиков на своих деревьях не видела. И вот так он подрастает, подрастает. Посмотрим, созреет ли, потому что не знаю, получится у него созреет или нет, потому что деревце у нас болело. Это мы его пырскали специальной такой химией. Я вот вижу, что все-таки есть листочки, которые все равно еще болеют. Вот такие вот листики у него появлялись, такие красные. И это вот еще одна, и это болезнь. Это не должно так быть. Я вот вижу, все-таки не очень помогло, надо попрыскать еще раз. И они прямо-таки сами отваливаются, когда не дотрагиваешься. У меня здесь есть еще один персик. Они вот стоят рядышком, но почему-то этот персик чувствует себя не так прекрасно, как другой, хотя на нем намного меньше вот этого красного. На нем красненького не вижу и вообще листиков. Мы его тоже пырскали, хотя у него было намного меньше вот этих красных листьев с кукуроженных. Но здесь нет персика, не завязалось в этом году, хотя он все так же обильно красиво. Но он немножко выглядит как-то таким подуставшим, не знаю почему. Листики вроде зеленые, но такие они поникшие. Мы уже его вроде поливаем больше, хотя я не скажу, что он на солнце больше стоит. Нет, ну как он немножко такой поникший, грустненький. Ну да ладно. Сейчас вам покажу еще что-то. Здесь у нас сбоку дома стоит прицеп, кстати, лежат палеты. Да, на счету такое полустроительное все. Атмосфера строительная. И это, как вы думаете, что? Это мы купили, заказали, нам привезли. Сейчас собираем. Такой дом садовый для инструментов, для газонокосилки, велосипедов. Вот такие шесть свай надо было вбить в землю, забетонировать точнее. Это они забетонированы. И стены делаются вот у него. Одна стена уже мы приделали. Одну стену. А вот это будет, собственно говоря, все остальное плюс крыша. Да, вот у меня муж потихоньку время собирает. Это тут палета, чтобы удобнее было что-то делать лежит. Такой он деревянный. Потом покажу, пойду, как он будет выглядеть, когда он будет в готовом виде. Потому что, ну, сейчас еще вообще ничего не понятно, что это такое, но потом покажу. Еще хотела, кстати, вам показать. У меня начинает свистеть лаванда. Вот такие вот деревца. Мы два садили. Вот у нас одно, второе рядышком есть. Она такая круглая. Сейчас повыпускала такие стрелки. И эти стрелки начинают распускаться, становятся такими сиреневенькими. Сиреневенькими, как лаванда, собственно говоря. Муж у меня очень-очень хотела эти древесные лаванды. Они пахнут, конечно, изумительно, но мне не очень нравится, как они выглядят визуально. Я больше люблю такие именно сами все кустики. Ну, посмотрим, может быть, потом еще кустиков посадим. Ну, вот моя лаванда. Первая. Вот вторая, кстати. Тоже повыпускала стрелы и будет свистеть вот так вот. Ну, выглядит тоже такое деревце. Сантиметров на 60. Выпустили стрелочки. Цвести хотят. Пусть цветут. А вот мой пион, кустик большой-большой вырос. Красиво-красиво. Но так я от него в этом году ничего и не дождалась. И даже нигде завязи никакой нету. Вот нигде абсолютно. Не знаю. Вроде ему тут все нравится. Он вроде прижился. Вот такой хороший вырос вкус. Но толку от него мало, конечно. Всем привет. Очередное включение у меня в моем влоге. Хотела с вами поделиться, что я себе прикупила. Прикупила эту ситуацию. Ну, как-то не сейчас. В течение последнего месяца покупала, но больше не планирую. Поэтому решила поделиться с вами, что же это такое. Что вы думаете, это такое? Думаете, это ткани? Нет. Это сумки-шоперы. Я себе накупила четыре штуки. У меня в магазине продавались. Значит, почему? Потому что они офигенские. Прошу прощения за мой французский. Совершенно случайно я установила тот факт, что у нас продаются такие сумки-шоперы. Они обычного, такого однотонного оттенка, разных цветов. И что-то мне ткань какая-то такая показалась. Вы знаете, вот прям смотрю, что-то знакомое. А она сшита из чистой, не какой-то там чего-то, а равномерочки. Попытаюсь вам показать, но не получается, не фокусируется. Не фокусируется структура, но это обыкновенная равномерка. Я даже предполагаю, что либо двадцать седьмой, либо двадцать восьмой каунт. Я купила вот такую ярко-розовую сумку. Купила вот такую персиковую. Она выглядит сейчас почему-то бежевым, но она персиковая, точно такая. Точно такая, без ничего, но с такими ручками. Персиковую, ярко-голубую. Прямо насыщенный голубой, синий цвет такой. Классный. Они без всяких принтов, без рисунков, просто разных цветов. И такую ярко-оранжевую, прямо апельсиновую. Купила себе четыре сумки шопера. Вы скажете, зачем? Одного тебе, что ли, мало? Нет, мне понадобились они все четыре, потому что я подумала, но вдруг их потом не будет. Что потом буду делать? А вдруг мне захочется очень вышивать на сумках? Потому что мне эта идея понравилась. Я еще ничего не вышивала, но планирую. А поскольку тут материал такой, что в нем можно сразу же прямо вышивать, и мне не нужна водорастворимая основа, на которой мне не очень-таки понравилось на ней вышивать. Здесь можно вышивать прямо вот на сумке. Бери, запяливай и вышивай. Чем я, собственно говоря, и займусь обязательно в ближайшем будущем. Я вот думаю даже, наверное, на голубой или на розовый в первую очередь. И знаете, какие у меня появились мысли, что можно на них вышить? Ну, хотя бы на одну из них. Мне почему-то приглянулась мысль вышить, например, вот на этой розовой сумке. Классный. У меня есть такой монохромный дизайн, круг. Надо померить, как он будет по размеру. Написано Joy. Он монохром, вышивается белым цветом, круглый, достаточно большой. И мне кажется, он будет просто шикарно смотреться, потому что ткань достаточно насыщенная. И монохром намного проще вышивать, чем какой-то полноценный сюжет, правильно же? И мне кажется, что я хочу попробовать. Но я думаю, что на этой голубой я вышлю что-то морское. Возможно, тоже монохромное, возможно, нет. Какие-нибудь, может быть, якоря, может быть, там какой-нибудь, типа, как эти птички называются на море, которые живут? Чаек, каких-нибудь кораблик, может, штурвал, что-нибудь такое на подарок. Я решила, что почему нет. Очень классно, кстати, подарок дарить вот на какие-нибудь праздники друзьям, близким. Потому что сумки-шоперы, они такие нужные в хозяйстве. Им можно будет пользоваться, и при этом и ручная работа, ни у кого такого не будет. Это не просто куплены в магазине, который может быть у каждого второго на улице, а все-таки что-то интересненькое. Так что я себе купила четыре, у меня было еще два. У меня шесть сумок-шоперов, но другие две сумки-шоперы, на которые у меня такая бежевенькая в розовинку и бежевенькая без розовинки есть. Но не совсем из другого материала. Здесь нужна либо водорастворимая основа, чтобы на них вышивать, либо просто вышивку на них пришивать. Оверлоком и все. По-моему, так это называется. Да, там прям на них напрямую не вышишь. А вот эти мне чем и понравились. Они прям из материала, как равномерка. Я не знаю, кому показать. На нем прям можно вышивать. Тут прям видны дырочки. Я уже смотрела, даже прикидывала, какой камни там может быть. Но это какой-то крупный. Либо 27-й, либо 28-й. Может, даже 25-й, как-нибудь типа Луганы. Ну, в общем, классно. Я купила каждого цвета по одному. Решила, что совсем переигрывать не надо, потому что с моими скоростями вышивки и так будет долгий процесс. Мне надолго и хватит. А если вдруг они у меня закончатся, и мне эта идея понравится, и мне понравится вышивать на сумках, то я обязательно себе прикуплю. Возможно, потом еще, если их увижу. Ну, мне очень нравится эта голубая и розовая. Вот эти вот две. Оранжевая тоже классная. Ну, и персиковая такая спокойненько, тоже универсальная. В общем, поделилась с вами. Сейчас, знаете, чем буду заниматься? Достала свою коробочку. Сейчас вам покажу. Если я сейчас ничего не скину. У меня тут все рядышком. Есть вероятность того, что это все может разбудиться. Смотрите, что достала. Прибамбасы своей. Буду делать... Так. Что-то я вас приближаю. Удаляю. Вот. Хочу сделать парочку пинов. У меня вот есть такие малинки, которые ко мне пришли. Достаточно давно уже. Но я так пока еще ничего не сделала. У меня пришли вот такие дополнительные украшательства для пинов. Хочу сделать несколько пинов, а то давно не делала. Ручки чешутся, хочется, хочется. Куда мне столько, не знаю. Но пусть будут. В хозяйстве все пригодится. Для красоты, для вдохновения, так сказать. Для разнообразия своего рукодельного уголка и своей вышивания. Когда дождик, ребят, это дождик. Чтобы вы понимали, как мы ездим. Сегодня... Не было дождя вообще. Сегодня такой вон, что я еду. И ничего, мне дворники или исправляют. Вот я через камеру лучше вижу, куда я еду, чем без камеры. Хоть без камеры ездят. Посмотрите, что творится. Достаточно тепло на улице. Но вот так вот едем домой. А что делать? По дождю, по лужам. Машины едут непонятно куда. С вами ехать непонятно куда. Ну, надеюсь... О, посмотрите, как он. Фонтан из-под колеса машины. Класс. Выехали на великах. Проехаться мне тут хотят показать подсолнуховое поле. А тут жатва полным ходом. Мы остановились с ребенком посмотреть, как два больших комбайна жмут, жмут, жмут. Что там? Не знаю, что это. Вообще, по-моему, это был рапс. Ну, не знаю, по-моему, рапс. Тут у них работа кипит. Хлопцы работают. Не, вы посмотрите, какой классный. А тут вон тоже стоят. Ждут. Добычу, когда им загрузят в рецепт. В общем, единство с природой, то еще. Если бы вот эта вся пыль в глаза не летела, вообще, цены бы им не было. А так... Что он только что был, вот тут проезжал по переднему плану, так такую пыль поднял, такую пыль, что ехать невозможно. А так классно, конечно. Едут к нам. Ветер ужасный, конечно. Сейчас они к нам подъедут, и чувствую, нас заметет пылью. Едет. Надеюсь, вам за ветром что-нибудь слышно. Может, ветер сильный такой. Идет. Давай к нам. Мы ждем. Сейчас где-нибудь будет. Хэллоу. Хэллоу. А, сейчас оба приедут. Главное, чтобы ничего не сказать. Вот что-то вы тут документируете нашу работу. Ветер какой-нибудь. Большой комбайн, да? Вот такой какой ветер. Не бойся. Я не могу. Мы полностью погрузились в пулевое облако. Мне кажется, нас после этого мыть не отмыть. Смотрите, кто тут бежит, маленькая косулька. Вы только посмотрите, какая маленькая сбежала от комбайна. Ой, побежала. Смотри, как бегает, как зайка маленькая и побежала в кустике. Мы нашли его в поле подсолнуха. Вы посмотрите, какая красота. Сколько много подсолнухов. Я специально тут пробежала вдоль, потому что они, посмотрите, все повернуты в одну сторону к солнышку. Посмотрите, какая красота. Обалдеть. И где-то в центре этого поля я. Ой, замазайте. Все, сейчас как нафоткаюсь. Главное успеть до грозеты. Вот такие тучи. Уже даже гром гремел. А все мы знаем, когда гроза, среди поля стоять нельзя. Какая красотища. Все, я здесь остаюсь. Что-то невероятное. Нужно вышивать подсолнухи и в следующем году объехать за фотографии делать. Немножечко вышивального. Я как-то была, говорила, что что-то задумала. Интересненько. Вышивка, но не совсем. И вот, что я имела в виду. Показываю. Распечатывать не буду. Это я уже поподробнее покажу в отдельном видео с покупками, где уже распакуем, посмотрим наборчики. Это такой круглый сюжет. Вот такое дерево, сделанное из французских узелков. Французские узелки и гладь. Твол глади. Здесь вот все рассказано, как, что, почему. Я сама еще не распечатывала, где одно розовое заказала себе, а одно желтое. Тоже ствол глади вышивается, а само дерево французским узелками. Вот я не знаю, в последнее время у меня настолько чешутся руки, просто покрутить французские узелки, я не знаю, почему. Просто я не могла себя успокоить. Мне так хотелось где-нибудь покрутить французских узелков. Я уже даже думала сама просто взять и просто что-то из головы на ткани поделать такого. А потом подумала, что, наверное, у китайцев уже есть. Наверное, что они это придумали до нас. И действительно, я вот пока заказала попробовать себе такие. Но там еще много сюжетов, не только деревьев, где там и гладь, и разные стишки. В общем, мне это понравилось и решила попробовать такой тоже вид рукоделия, вид вышивки, скажем так. Потом попозже распечатаем. Так вот, пришла ко мне девочка в Риме. Ну, я ее заказывала, потому что собралась вышивать. У меня схема давно-давно приобретена. И я ее заказала из-за ниточек, потому что я уже сравнила здесь, распечатала полностью по саге. Я сравнила здесь ниточки все один в один и по количеству и по оттенкам. Тоже не видно. Ну, я, наверное, давайте сейчас это вам покажу, потому что я боюсь, что… А, нет, наверное, сниму. Ладно, распечатывать не будем, отдельно сделаю видео, где это все покажу, свои покупочки, что покупала. Пооткрываем все, порассматриваем. А то сейчас это все в кучу. Потом еще раз показываю, что… Да. А еще мне пришли с Алиэкспресс ножнички. Посмотрите, какие они маленькие. Такие малюсенькие. Таких маленьких у меня еще, по-моему, никогда не было. У них вот именно само острие. Сами ножички какие-то маленькие. Прям кнопочки. Ну, остренькие, такие золотистые. Я, точно, еще в золотистом заказала. Вообще, Бог меня знает. Понятия не имею. Я вообще не очень люблю такой золотой цвет. Ну, ладно. На самом деле, они прикольные. Ну, мне видно, я, видно, когда заказывала, началась, что у меня такого не было, надо заказать. Хотя я вот к этому такому… Как бы называют такой цвет этот? Желто-золотой не очень его люблю. Люблю более такие бронзово-серебристого цвета, чем такие ярко-желтые. Ну, да ладно. Тоже хорошие. Пускай будут, потому что с ножничками у меня тут загвоздочка, проблемка. Да. Ну что, по-моему, вот то, что мне пришло, я вам все сейчас показала. В общем, буду чуть-чуть что-нибудь вам показывать, как только будет что-то приходить. Вышивальная, не вышивальная. Вышли мы с дочей на озеро. Тут у нас возле озера есть куст. Огромные заросли ежевики. Думали, что уже что-то созрело, потому что мы уже как-то пару недель назад были. Тут еще было такое все зелененькое. Вот мы пришли. А что тут? Все зеленое. Только единичные. Черненькие. Вот вообще прям... Но все усыпано. Посмотри, все усыпано кусты ежевикой. Еще недельку мимо им надо, потому что вот все прям ярко-зелеными гроздьями. Ну, попробуй, возьми, скушай красную. Вот когда это все созреет, придем сюда обязательно с миской. А то мы вот с миской пришли. Но тут, оказывается, еще ничего не созрело. Хотя была такая погода хорошая. Мы думали, что все вызрело. Не, все зеленое. Только еле-еле начинают вот краснеть. Две, вон три какие-то висят сверху черненькие. Ну, до туда не добраться. Так что, будем ждать. Не удался наш улов сегодня на ягодке. Ну да ладно. Сходили мы погулять на озеро. Ежевики не нашли. Но нашли деревья, которые уже полностью созрели. Олычу желтую. И вот собрали целую мисочку. Идем домой, будем кушать. Такая красота у нас. Так много ее. Но, блин, все не соберешь. Куда ее столько? Ее особо много и не съешь. А эти вот прям с деревьев пострывали. Они желтенькие. Некоторые еще чуют. Чуть недозревшие, чтобы полежать. Смотри, денек-два. Пока мы их скушаем. Будем баловаться олычой. Покупать не надо. Тут у нас хорошо. У нас вот чего только не растет. И черешня, и олыча, и ежевика. Только малины нет уже. Ну вот. А дома у нас еще черешня ждет. Правда, купленная я. Потому что черешню ем исключительно купленную. С магазина. Из-за того, что она своя все червиво. У меня 8 утра. Я иду, бегу к машине ехать на работу. У нас закрыли главную дорогу на выезде с нашей деревни. Скажем так, с нашего города. И хорошо, что это сразу возле нашего дома. Поэтому я-то дома доехать не могу на машине. Ну, я могу в объезд. 10 километров объезда ехать. А хотелось бы поменьше. Поэтому мы, как умные люди, поставили машины перед стройкой. Чтобы просто пройти пешочком. Буквально 3 минуты пешком пройти. Но все-таки быстрее пройти 3 минуты, чем проехать 10 километров. И поехать на работу. А я вот сейчас тороплюсь. Здесь у нас отработают ребята. Что-то там... Я думала на день-два закроют. А они сказали минимум 2 недели. Вы представляете? Вот тут мусорки повыставляли. А тут у нас сегодня забирают биомусор. Все повыставляли. Машина скоро ехать забирать. И вон я уже стою. Моя бордовенькая машинка. Пойду. Поеду на работу. Дошла. Все-таки так было удобно, когда машина возле дома стоит. А то нет. Никаких возле дома. Теперь утром пробежка. Коротенькая. Техминутная. До машины, чтобы поехать на работу. Ну все. Я готова ехать. А вот, кстати. Привет. Вот и я. Так что поехали на работу. Поехали на работу. У нас сегодня у доченьки день рождения. И 4 годика сегодня исполняется. Мы приехали в зоопарк. Мы тут уже, конечно, были несколько раз. Но здесь построили новый аквариум. И там мы еще не были. И мы сейчас туда пойдем. Обязательно покажу, если там будет возможность что-то снимать. Еще здесь очень много динозавров искусственных площадей. Но сейчас не видно. Обязательно тоже покажу. Но я тоже все снимала. Я тут уже была. У меня тут много видео отсюда. Но если будет что-то интересненькое, обязательно подключусь. И мы здесь Vaticanans. Как вы хотите. Продолжение следует. Поехали. И мы здесь. Продолжение следует. Ну, как вы поискивает. На очередь. Возвращение следует. И мы довольно многое. У меня тут есть предварение следует. На середине. У нас будет 5-0 еще. И мы будем будете продолжать к себе. Продолжение следует... 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 вот я там была и это уже видела поэтому а во-вторых у нас зоопарки в липциге построенного аквариум большой и мы хотели обязательно увидеть мы сходили очень очень понравилось посмотрели на рыб посмотрели сходили в гондвана land это джунгли искусственно созданные под куполом там и температуры влажности растения животные животные по возможности как в джунглях в этом тоже много раз были еще когда у нас ребенка не было с мужем в общем там можно даже как будто бы по какой-то такой реке в джунглях на такой деревянной лодке кататься покатались в разные лодки по джунглям я вам кстати сейчас вставлю нашу поездку и фотографии вот сейчас то расскажу и вставляю вам покатались погуляли на паровозике покатались на таком детском в общем ребенок остался в восторге довольно счастливым день рождения удался в подарок она себе просила давно достаточно ну вот мои подарили на день рождения батут прыгать большой такой 2 с половиной метра диаметром по моему 240 большой счастья вы просто не представляете я заказала тортик у знакомой своей коллеги как у знакомой коллеги работаем вместе она еще параллельно по совместительству торты делает сама дома ну просто шикарный вот сейчас вам покажу фотографию очень красивый торт получился второй раз я заказываю нее в прошлом году заказывала я была просто в восторге и в этом году тоже что заказать у меня был такой на тему малина с кокосом и он получился с ванильным бисквитом крем между бисквитами был кокосовый со свежими ягодками малины поверху он был тоже обмазан без фонданта этого который такой сахар этот я такой не люблю вообще не любим бисквитным не бисквитным а как-то называет там взбитые сливки ну в общем кремом каким-то кремом я вообще не знаю как называется белым обсыпан весь кокосовой стружкой сверху розовый шоколад на тортике и украшен малиной рафаэлками и единорожками что самое главное потому что без единорожек это вообще даже не подходи у меня дочка фанат единорожек бабочек розового и и сиреневого цвета все и а еще если блестки то идеальный вариант в общем девочка девочка и конечно же без единорожек не обошлось поэтому да сейчас вам вставлю немножечко мы в зоопарк сходили я там немножечко поснимала но немного потому что я ну я уже как-то когда мы были уже дело кита включение зоопарка какие-то видео показывала но только вот такое что прям мне понравилось хотелось вам показать до выходил с вами поболтать пайду сейчас дальше вышивать надеюсь вам было интересно всем привет вот решила сделать включение показать вам вообще что сейчас у нас происходит сейчас пришла в машину еду за ребенком у нас 1445 моя машина стоит в тени и у меня в тени показывает 37 градусов сказать что на улице жарко это ну как бы ничего не сказать я вообще ничего не имею против жары против такой жары тоже ничего не умею но иногда просто удивляюсь какая у нас африканская жара в германии иногда может быть в этом году лето у нас классная жарко отлично у меня сегодня выходной поэтому в принципе не жалуюсь думаю нормально комфортненько как я сказала едущий за ребенком заберу и поедем кой куда мы с ней и у меня там будет время немножко я конечно же взяла с собой вышивочку что я там вышивая вам расскажу это мой процесс который я уже давным-давно не брала в работу вы уже наверное не помните что такое есть девочка в овальчике я вам ставлю картиночку лишь что у меня сейчас на заднем сиденье уже не буду доставать покажу уже наверное в итогах месяца вы увидите как неплохо нам не продвину продвинулась потому что последние несколько дней ну и вот еще парочку дней я буду вышивать в июле на этой горячей жаркой просто ноте я думаю буду завершать свой влог желаю вам всем хорошей погоды летней если у вас жарко то тоже не жалуйтесь потому что когда холодно тоже плохо поэтому да надо радоваться любой погоде особенно летом летом должно быть жарко на то ну и лето поскольку мы везде все работаем в основном под кондиционерами везде кто в помещении как работают в принципе то не такая уже и проблема а на улице нормально зато погреться можно хоть раз не то что если хоть зимы никакой толковый у нас лично нет то хоть и лето нормально поэтому всем вам всего хорошего хорошего настроения хорошей солнечной тепленькой погоды вот как у нас например вдохновение на ваше творчество на ваше хобби вообще времени на все то что вам хотелось бы успеть этим летом сделать мы с вами же совсем совсем скоро увидимся всем до скорой встречи пока пока